МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – На данный момент что я могу сказать? 1 июня 2014 года, ровно год назад, был образован, вернее, вновь воссоздан Лондонский авиационный техникум. И директором был назначен я. Директором я был назначен по настоянию Лондонского авиационного завода, так как я являюсь по профессии инженер самолетостроитель. И, соответственно, авиационный завод, так как он внес большой вклад в воссоздание авиационного техникума, был правен просить назначить директором своего человека. Вот эта фраза «свой человек» в последующем и сыграла роль в том, что сейчас я не являюсь директором. Потому что, как мне неоднократно Министерство образования говорили, что я человек не из системы образования, человек, пришедший со стороны, и, соответственно, у меня несколько другие взгляды на все, что там происходит и как они считают, должно происходить. В итоге это вылилось в конфликт. По мере реализации того инвестиционного крупного проекта, который реализовывал через техникум холдинг вертолета России по оснащению медицинским, авиационно-техническим оборудованием лабораторным и с участием, естественно, Республики Буреттия, этот проект был реализован, и он на следующий момент все функционирует, все работает, все здорово. Но во время проверок по реализации этого проекта выяснилось, что документы, которые готовило Министерство образования, несколько не соответствуют тем целям, которым должны были соответствовать. Это чисто техническая, как я считаю, ошибка Министерства образования. Но, так как я считаю, это не система, Министерство образования решило все это удачно перевести на меня, и я стал как неким стрелочником, что ли, в этом вопросе. И сейчас меня обвиняют в нецелевом использовании финансовых средств, хотя я считаю, и мои юристы, адвокаты считают, что здесь чисто вина, именно техническая вина Министерства образования. Но, к сожалению, они это не признают, и все, грубо говоря, валят на меня. Дело, конечно же, серьезное, потому что речь идет о 100 миллионах рублей. 50 миллионов выделяет холдинг вертолета России, закупает лабораторный комплекс, и 50 миллионов выделило правительство Бурятии. Но как раз-таки из-за этих 50, точнее, сколько, 13,5 миллионов? Да, 13,5 миллионов из этих 50, которые выделила республика, 13 миллионов мне приписывают как нецелевое использование. Но вот эти 13 миллионов на что были потрачены? Эти 13 миллионов фактически потрачены на замену компьютерных сетей, локальных, которые были в учебном заведении, до укомплектования необходимым компьютерным оборудованием всего учебного комплекса. Необходимого для того, чтобы внедрить этот лабораторный комплекс и получить от него наибольшую отдачу. То есть речь идет о наиболее эффективном использовании того лабораторного комплекса, который передал нам холдинг вертолета России. Но по мнению следствия и по мнению Министерства образования, надо было все деньги потратить на капитальный ремонт, то есть отремонтировать стены, красивые стены поставить в лаборатории. А будут работать они или не будут работать, это уже вопрос несущественный. По мнению, опять-таки, и следствия, и нашего Министерства образования. Как вы думаете, Олег Геннадьевич, вас все-таки выжили из техникума или все-таки по существу обвинили в растрате вот этих 13,5 миллионов? Ваше личное мнение? Ну, лично мое мнение, анализируя все документы, ход следствия, ход проверок, которые были до следствия, у меня сложилось мнение, что я чем-то не устроил систему именно Министерства образования, о чем меня, кстати, они однократно и предупреждали, говорят, что я человек не из системы. То есть стали неугодными. Да, я вел себя несколько не так, как должен был вести человек в системе Министерства образования. Что это за система, я, честно говоря, не знаю, но мнение такое у меня сложилось, что я лишний в этой системе. И последний вопрос, на каком этапе сейчас находится следствие? На прошлой неделе, да, было рассмотрение этого дела? Да, материалы дела переведены в суд, сейчас идут судебные заседания, прошло два заседания. Но я так понял, что процесс неоднозначный, судебный процесс будет длиться не очень быстро, потому что там очень большое количество свидетелей, три тома документов следственного комитета, поэтому процесс только сейчас начался. И я надеюсь, что все же судебные органы более внимательно относятся к изучению этого дела и вынесут объективное решение. Спасибо, Леонид Геннадьевич, что пришли сегодня к нам в гости. Продолжение этой истории и более детальную информацию смотрите сразу после выпуска новостей в моем специальном репортаже. А мы двигаемся далее. Субтитры создавал DimaTorzok